Алтайским заемщикам будет сложнее получить онлайн-кредит. Центробанк ввел целый ряд ограничений к потребительским займам. Особенно ужесточены условия работы микрофинансовых организаций. Изменения в закон о потребительском кредите внесла Госдума России. Одно из нововведений – уменьшение суммы долга, которую могут взимать банки и микрофинансовые организации. Если сегодня они вправе потребовать с неплательщика сумму, которая больше размера займа в три раза, то с конца января в два с половиной раза, а с июля этого года – всего в два. Изменился и максимальный процент по быстрым кредитам. Сейчас за каждый день займа организация может накрутить два процента, а с конца января – не больше одного. Ряд ограничений ввели для так называемых черных кредиторов и коллекторов. Если у них нет лицензии и они не числятся в официальном реестре, не имеют права требовать долги по кредитам. Что касается заемщиков, то им теперь станет сложнее одалживать деньги онлайн. То есть микрофинансовая организация может потребовать теперь селфи-заемщика на фоне своего паспорта. Микрофинансовая организация может также потребовать с онлайн-заемщика заверения паспорта либо нотариусом, либо собственной подписью. Также она может проверить данные паспорта по базам Министерства внутренних дел. Есть изменения и в отношении банковских депозитов. Независимо от экономической ситуации, по ним нельзя будет уменьшать процент. Добавим, что нововведения вступают в силу 28 января.